Здравствуйте дорогие друзья! Я хочу с вами поговорить о заложенности среднего уха или о экссудативном отите. Это не когда, например, во время купания у нас попадает вода через наружное ухо и находится до барабанной перепонки, а когда вода или сопли находятся за барабанной перепонкой, попадая туда из носоглотки. Признаки среднего отита таковы. Это заложенность уха, ощущение переливания жидкости в нем, снижение слуха и кратковременные острые боли. Лет 5 назад у меня возникла данная проблема. Я с насморком залез в горячую ванну. После этого у меня заложило ухо и возникли острые боли. Я обратился к врачу. Мне пытались выкачать жидкость через наружное ухо, но это не помогло. Мне выписали кучу лекарств, капель. Я также посещал периодически врача. Ничего из этого не помогало. Мне предложили сделать прокол, но сказали, что это крайняя мера и делать ее нежелательно. Мы решили подождать. Я, в общем-то, так и ходил с булькающим ухом месяца 4, пока не наступило тепло и оно само собой как-то высохло. Теперь, пройдя через некоторый опыт, я хочу поделиться с вами способом, как легко избавиться от этой болезни. Он сводится к элементарным знаниям физики. Здесь у меня баночка с водой. В крышке просверлено отверстие 4 мм. Шприц наполнен воздухом. Представим, что это полость среднего уха. Туда попала жидкость. Как видим, не в горизонтальном положении, не в вертикальном. Жидкость не торопится покидать занимаемый объем. Сейчас здесь разряжение воздуха, и оно удерживает воду. Для того, чтобы нам избавиться от нее, нам нужно подать сюда давление. Показываю. Как видим, жидкость легко покидает занимаемый объем. Так можно опустошить всю емкость. О том, почему случается заложенность среднего уха, и как этого избежать, я снял отдельное видео. Ссылка в описании. Я рекомендую посмотреть данное видео и выполнить качественную очистку полости носа, если таковая проблема имеется в данный момент перед очисткой, продувкой уха. Перед тем, как начать продувать уши, нам нужно размять и встахивать трубы. Это те каналы, которые сообщают полость носоглотки с полостью среднего уха. Для этого нам нужно широко позевать на вдохе. Показываю. Сделать надо так раз 20. Таким образом происходит мышечный самомассаж и встахивая их труб. И повышается их эластичность, и разбивается там скопление сгустки, если есть соплей, повышается проводимость их. Затем, если у нас, например, заложено левое ухо, ложимся на правый бок. Ждем 10 секунд, чтобы жидкость в ухе стекла к выходному отверстию кистахивает трубе. Затем вдыхаем, зажимаем рот и нос. И подаем давление в полость носа, как бы пытаясь высморкаться. Держим давление секунды 3. Опять ждем 10 секунд и повторяем процедуру. Тактильно ощущаем, как расширяются наши барабанные перепонки и не перегружаем их. Процедуру делаем до тех пор, пока тактильно не ощутим, как жидкость начнет стекать по ивстахивым трубам в полость носоглотки, и наш сух не начнет улучшаться. На этом нам вставать не стоит, нужно подождать минуту и затем снова выполнить продувку. Затем встаем и также выполняем самомассаж ивстахивых труб. Таким образом происходит вентиляция полости среднего уха и наилучшее ее высыхание. При необходимости повторяем процедуру с правым ухом, соответственно на левом боку. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и будьте здоровы!